10 февраля наступает новый год по восточному календарю. В преддверии китайцы, где бы они ни находились, стремятся попасть в родной дом и встретить праздник в кругу семьи. Но каково это продумать оптимальный маршрут передвижения и успеть купить заветный билет домой, когда такая же цель еще у миллионов? Что сейчас происходит на железнодорожных вокзалах Китая, расскажет Алиял Мухаммедова. Эта площадь перед одним из железнодорожных вокзалов Пекина в течение нескольких часов превратится в муравейник. Люди работают в столице, но лунный Новый год стараются отметить семьей, несмотря на сложность маршрута. Мы сядем на поезд. Сегодня около двух часов дня. Завтра около полудня мы сможем добраться до главного города нашего родного округа. После этого мы, возможно, сможем сесть на автобус и доехать до своего дома. А затем, возможно, провести новогодний ужин вместе с родителями. На чемоданах сотни миллионов китайцев, начиная с 10 февраля. У них две недели новогодних каникул. Приток ощущается на всех транспортных точках. Очередь за билетами растягивается на весь зал. Я из провинции Хэйлуньдянь. И мне предстоит 20-часовая поездка на поезде домой. Я проведу каникулы дома 15 дней. А затем вернусь на работу в Пекин. Моё новогоднее пожелание крепкого здоровья и всего наилучшего в будущем. Я взяла восьмидневный ежегодный отпуск. Мой дом – город Зинчжоу, провинция Ляунин на северо-востоке. Я чувствую себя немного одинокой в Пекине. А дома я счастлива. В прошлом году была там, заканчивала учёбу. Надеюсь, что в следующем году я привыкну к своей работе. Это моё главное желание на следующий лунный год. Пассажиропоток до и после праздника ставит рекорд. По некоторым подсчётам, на поезде жители Китая совершат около полумиллиарда поездок. Это больше даже, чем в допандемийный период. Лунный Новый год отмечают не только в Поднебесной, но и в других азиатских странах. В самом Китае его называют праздником весны – Чуньцзэ. Артисты со всего мира решили сделать свой музыкальный подарок. В ход пошли не только инструменты. Огромная страна на время превратится в праздничную площадку. На смену чёрному водяному кролику идёт зелёный деревянный дракон. Он – символ процветания и удачи, прилетающий по восточному календарю раз в 60 лет.